Моря Марса. По всей вероятности зоны жизни. Какой жизни? Марсианская растительность наверняка своеобразна. Но как узнать о ней хоть что-нибудь? Попробуем. Видно, например, что на Марсе особый ход весны. На Земле, в нашей стране, зелено спускается сначала на юге, например, в Крыму. Там теплее. Потом одевается в зеленый наряд сады Киева. Через некоторое время распускаются почки в Москве. И уж только после этого в Ленинграде. Волна оживления катится на Земле от экватора к полюсу, вслед за волной весеннего потепления. А на Марсе, наоборот, навстречу волне потепления, от полюса к экватору. Это выглядит полной нелепостью. Земные растения погружены корнями во влажную почву. Они живут на местной воде. Чтобы весной пробудить их, нужно только одно — тепло. Марсианские растения на тепло сразу не реагируют. Вероятно, потому что сидят на совершенно сухом грунте. Вода приходит к ним с полюса от тающего снега. Марсианские растения живут, если можно так выразиться, на привозной воде. Пробуждаются с ее приходом. Но как к ним приходит вода? На Марсе слишком мало воды, чтобы она могла течь потоками. Кроме того, из-за разреженности воздуха, влага полярных шапок, очевидно, испаряется, минуя жидкую фазу. Днем водяной пар может переноситься по воздуху. По ночам, из-за сильных морозов, он выпадет в виде иния. Но этими чуть влажными ветрами трудно объяснить все водоснабжение планеты. Ловел считал, что тайна круговорота воды на Марсе может быть как-то связана с его загадочными каналами. Что такое каналы Марса? Удивительны эти темные полосы. Ни одна из них не обрывается на полпути. Похоже, что они соединяют между собой какие-то важные центры. Марс покрыт горами, а каналы идут по кратчайшим путям, невзирая ни на какие препятствия, не обходя их. Кое-где видны каналы и на фоне морей. Некоторые каналы в определенное время года удваиваются. Зимой таинственных темных полосок не видно. Весной волна потемнения идет одновременно по морям и каналам. Они явно имеют одну и ту же природу. При большом увеличении и хорошей видимости каналы, как и моря, распадаются на отдельные пятна. На снимках Маринера не увидели даже этих пятен. Неудивительно, что скептики утверждают, каналов нет вообще. А обман зрения? Это неверно. Возьмите любую газетную фотографию. Посмотрите на нее с очень близкого расстояния. Все пропало. Одни точки. Не будете живу утверждать, что портрета нет. Портрет есть. Но изображение читается только издалека, когда точки сливаются. После сложной обработки снимков на месте каналов, все же обнаружили вытянутые неровности и темные рваные пятна. Возможно, это очишки растительности, тяготеющие к складкам местности. Издалека они сливаются в темные полосы. Итак, каналы не обман зрения. Но что же именно увидят на их месте стеклянные глаза наших автоматов? Такие вот цепочки кратеров, приютивших в тепле зеленые рощи. А может быть, поплывут навстречу горные хребты, собирающие вершинами влагу из воздуха? Или гряды дюн, прикрывших что-то живое от ураганных ветров? Или овраги, в которых влага из недр выступает на поверхности? Но что бы ни оказалось, неясно главное. Почему детали рельефа, вдоль которых гнездится растительность, образуют такую удивительную сетку? Рельеф планеты связан с глубинными разломами в ее толще. Но вот рисунок таких разломов земной коры. Он нигде не образует сетки, напоминающие марсианскую. Сетку марсианских каналов недавно математически исследовал американский ученый Алан Уэб. Он взял для сравнения сетку трещин на пересохшей земле, сетку трещин на фарфоровой вазе, сетку, созданную живым, но неразумным существом, сетку дорог штата Огайо в Соединенных Штатах Америки. А анализ дал любопытные результаты. Сеть марсианских каналов оказалась больше всего похожа на искусственную сеть дорог. По Уэбу выходит, что каналы — это растительность вдоль каких-то коммуникаций, вдоль линий связи. Кого? С кем? Мы хотим в связи с этим напомнить вам смелые слова академика Купревича. Происхождение правильных образований, идущих из одного полушария в другое, нельзя объяснить какими-то естественными причинами. Это произведение разумной воли. Хорошо сказано. Но будем осторожны. Закончим разговор о каналах словами. Выяснить истину можно только там, на месте.